Тема, которая перекочевала с прошлого подкаста Самые высокие небоскребы России Так Здесь, короче, такой длинный рассказ Ивана Сычева, редактор Geek Times, между прочим Ну-ка И он тут с фотографиями Поэтому, слушатели, господа слушатели, вернитесь потом и гляньте Просто представьте для начала Хотя, возможно, вы каждый день эти здания видите Поэтому вам говно дерьмой насрать Про самые высокие небоскребы России Чувак начинает с самого начала Когда еще Он сначала приводит пример, что В 85-м году В 1885-м году в Чикаго Был офис высотой 42 метра И это уже считалось небоскребом Хотя сейчас 42 метра Я помню, знаешь, как мне всегда В школе учительницы географии Всегда, когда о метрах речь шла Школа 14 метров Она всегда вот это говорила А школа у нас трехэтажная была Вот три этажа это 14 метров примерно Значит, сколько там Три школы, получается? Ну, сколько? Сорок восемь Сорок два Сорок два То есть ровно три школы Ну да И вот такой был То есть девятиэтажка Такой был небоскребчик Да, в Чикаго Это считалось круть Сегодня к небоскребам Относят уже гораздо более Высокие постройки От 130 метров От 130 метров, чтобы вы понимали Это уже небоскреб Вот примерно такое разделение Значит, когда у нас в России Началась тема с скайскреперами Я буду так их называть Как будто я смузи припеваю Нормально, да 1913 год, чтобы вы понимали Уже тогда семиэтажечку забахали И как бы Ладно тогда семиэтажечку Сейчас страна занимает Пятнадцатое место В общем мировом рейтинге С 38 достроенными Восьмью, возможно, не знаю Достроенными небоскребами Скайскреперами Короче, 1913 год На углу калашного переулка Или калашного, я не знаю Переулка в Москве Купец Айти Тов Достроил семиэтажный доходный дом И что самое главное Тут чувак Струков Архитектор Он потом еще сделает Но он как раз Это вот все придумал Запомните это имя Запомните это имя Обратите внимание Он, короче, построил эту семиэтажку А потом она, короче, обрушилась Обвалилась, я бы даже хотел Да, завалила переулок кирпичом Бревнами и обломками железа Кусками говна Короче говоря, высоту двух этажей То есть как раз вот С семи, два этажа отвалились И это уже было третье Обвалившееся здание Струкова Знаешь, 12 минут назад Нам комментарий отправили К нашему хайлайту 113-го подкаста Отличное дерьмо, братишки Отлично Да, я отвечу, что мы ему покушать принесли Вот И потом его, естественно, уменьшили Это вот семиэтажное здание Как раз на два этажа и обрезали его Сделали обрезание Так Но потом снова достроили В 23-м году В 25-м Прям не унимались, я не могу Седьмой, шестое, седьмой И само здание досталось Мостель Прому Это уже все Революция и т.д. и т.п. И мне очень нравится Кто там заседал в этом здании Прикольно Там заседали такие чуваки В 25-м На первом этаже здания Разместили склад муки И администрацию Московских продуктовых магазинов И пивных Высшей дирекции Бухгалтерию Коммунистическую ячейку И местный комитет Они нормально на обед спускались Вообще хорошо В жилой части здания Жили рабочие бабаевские фабрики Кстати Просто опять же отступление Вот в Германии В Германии К пивчанскому часто Вот особенно в стилизованных Всяких пивоварнях Которые там в замках Где часто я бывал в свое время К пивчанскому приносят эти Зерна пшеницы как закуску И ты вместо семечек Хаваешь пшеницу просто Прикольно А там склад муки как раз И пивная И можно сразу все Возможно они там сидели И сосиски оттопыривали И показывали где немцы Возможно В стиле Да, в немецком стиле Кстати говоря в 20-х годах Немецкий стиль он нормально Он нормально еще был Еще не было предрассудков Никаких по поводу Германии Да Ой-ой-ой Между прочим Между прочим Здесь фотография Хотя хрен его знает Этого Ну скорее всего да Вот как обломалось все Та самая семиэтажка Выглядит как будто Просто на стройке Куча поддонов Разломали И в кучу скинули Да И вот в 50-х годах Кстати говоря Нет Подождите Про 50-е годы Проскролль чуть-чуть ниже Ну Как теперь это здание Выглядит Оно классно выглядит Очень Мостельпром Не, согласись Ну вот Что вот это за Ринг там Сверху Кинг ринг Ну да Понимаешь Знаете что я рингом назвал Есть Да Есть ринг сверху Да Но тем не менее Оно сейчас выглядит В принципе похоже На то что было Ну да Согласись И Мостельпром Вот так вот Вот так прикольно Покрашено 300-го ирона Ага В 50-х годах поперло Как раз сейчас будет Такой небольшой Кусочек статьи Про Сталинки Ух ты Не про те Сталинки Которые Сталинки Мы привыкли Большие квартиры С большими потолками Высокими А Сталианс Вот так назывался стиль Вау И это 7 сталинских высоток Причем Я вам скажу Я помню Твой батя про это рассказывал Да Да И я тоже помню Что мой батя рассказывал Короче Видимо все архитекторы Это попсовая тема в Челябинске Ой Челябинске Чего я несу Это вообще в России Попсовая тема Я сейчас почему-то подумал Что у нас в Челябинске 7 высоток Тоже нормально Но у нас Я напоминаю Он нам рассказывал Что у нас тот же Сталианс Запланировался И у нас тоже Хотели сделать штук 5 Но успели только Юргушник сделать И часть ритма А потом заморозили бабки И перестали Да По сути Юргу Это ну как бы копия МГУ А МГУ Это Сталианс И вот мы сейчас дойдем до этого Вот этот Сталианс Тот самый Вот эти 7 сталинских высоток Их должно было быть 8 Причем 8 должно было быть Самое высокое 8 совет министров А фу Ну да Совет министров В 47 Решил построить 8 высотных зданий Да Из которых Самым высоким Предполагался Дворец Советов Там где сейчас Храм Христа Спасителя Да На месте взорванного Храма Христа А вы как знаете Пацаны Которые за Сталина Рубили Они Храм Христа Спасителя Взрывали Было да Было Вот И возможно Я сейчас вру И это немцы взрывали Не 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 Наши тоже Сильно много С церковью Ну да Но я не знаю Конкретно Храма Христа Спасителя Напишите кто историк Кстати да Возможно здесь мы прям Ошибку допускаем Тяжелейшую И вот короче говоря Вот именно эту тему Не построили Дворец Советов Но остальные 7 Замутили И короче То есть план Я просто на Вики Зашел там Твою мать Там такой досвидос Просто Сити Севентин Там же Это стоит того Да да На Дворец Советов Конкретно В смысле Че именно да Должно было быть Там просто Твою мать Там реально Короче Огромный Огромный Такая стелла Именно вот В стиле Сталианца И наверху стоит Ленин Как я понимаю Да да Вот Но это не об этом сейчас Ты просто должен был стать Девятой Центральной главной Московско-сталинской высоткой Кульминацией всего Высотного строительства СССР Самым высоким зданием мира Архитектор Иофан Щуко Гельфрейх Все продолжаем Короче Суть какая Суть в том Что Семь-то построили Молодцы И запланировали Как раз вот Во время Сталина Достроить Естественно дальше Позже Когда он уже Его там не станет Уже станет Другой чувак Другой чувак С моим именем С моим именем Ну В шляпе лысый Лысый Стучал еще Да Все началось Со старого корпуса Это я уже говорю Первое здание Первая сталинская высотка Которую начали строить Потом дальше будет Классный инфографик И мы все посмотрим Жилой дом На Котельнической набережной Можешь перейти Он охрененно выглядит Я каждый дом Согласен Согласен Как косточки От курицы Их прям Вытаскивать И облизывать На Вики можете почитать Там в описании И во всем Кто что делал Как Чичулин и Ростковский Инженер Гохман Да Короче Вы можете Там Какие квартиры Шувалова Там короче Круть Дело о покраске звезды Можно вот смаковать Сидеть Кто архитектор Кто любитель Посмотрите Возвращаемся обратно Потому что здесь будут Фотографии красивые Именно в нашей статье В оригинальной Короче Жилой дом На Котельнической Первый Столианс Все началось Со старого корпуса Девятиэтажного Жилого здания Выходящего На Москву реку Завершенного В сороковом До решения Совета министров Просто прошувала Зачитался Ладно Возвращаемся Там я говорю Там вообще Там круто Центральную часть здания Достроили уже в 52 То есть короче Именно отбахали Высота здания 176 метров А количество этажей Включая технически 32 32-этажка Такая первая Практически Вот И собственно Написано Что естественно Заключенные Строили зэка Причем Они вроде как Оставили надписи Строили зэки Но короче Чувак не нашел Подтверждение Походил видимо Посмотрел там По зданию Шувалов закрасил Все когда скупил Да да Здесь посмотрите Фотографии В старом стиле Черно-белые И в новом стиле При освещении Очень красиво выглядит Такое как будто Прям литое здание Какое-то Монолитное Прям круто Я не могу Да Оно прям Хогвартс В излучине Москвы реки В 53-м Начали строить Гостиничное здание В Дорогомилове Которому при Хрущеве Дали название Украина То есть он Крым отдал Украине Здание так называлось Всем охренел Что ли Вот в 57-м году Когда здание достроили Был открыт Кутузовский проспект Гостиница стоит В самом его начале На момент открытия 25 мая 57-го Гостиница была признана Крупнейшей в Европе То есть это огромная гостиница Высота здания 206 метров Уже выше Больше да 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 34 этажа Опять же больше 497 номеров Сейчас в гостинице Площадь от 25 И маленький 370 охрененный Какой-нибудь Випкинг-люкс Ну для Шувалова Опять же Вот проскрольте Опять же Как выглядит При освещении Вечернем Прям гениально Светится отлично Вау Какая фотография Прям по золотому сечению Все сделано Да Внутри Дисней Дисней Самым высоким Рукотворным памятником Иосифу Сталину Это уже следующее Это уже третье здание По счету Стало главное здание Московского государственного Университета Имени Ломоносова Да То самое Которое у нас Вдохновлялись Юргу Нашего Челябинска В строительстве Приняли участие И заключенные Мне нравится И А еще кто Интересно Для которых На 22 этаже Организовали Лагерный пункт На 700 человек Просто они там Тусили Перебивались Вот 183 метра Ну не такое высокое Но тем не менее Мне нравится Что чувак Знает Что Со шпилем 240 Да Со шпилем 240 Но потому что Там на самом верху Хрен уже жить Но тем не менее Быть жить Лифтов Он посчитал 68 штук Поправьте Кто там учился А вот кто учился Сходил Считал Сто пудово Вот именно Ты слушай братан Еще один грузовой Там есть 69 Мы там на нем катались Мы на халяву ссали От комендантов Да От комендантов От команданта Чигимара Сам университет В этом здании На Воробьевых горах Открылся 7 мая 55 Напоминаю На Кубу съездить Хочу прям посмотреть Вот Да Над оформлением фасадов Работала Вера Игнатьевна Мухина Которая собственно Рабочую колхозницу Придумала Спроектировала То есть она еще и Скульптор Да То есть Архитекторы Они сильные рисования Сдают У них даже Вступительный экзамен Это скетч Ну да Ну естественно Да Причем в скетче В самом на маке И памятник Петру Чайковскому Она тоже сделала Кстати говоря Вот Ну там фундаменты Каркас Никитин Создатель Останскийская башня То есть это в принципе Крутые чуваки Придумали МГУху Хотя Согласись Вот везде разные архитекторы Но все выполнено В одном стиле Столиансе Ну Я так понимаю У них гайдлайн был Как материал дизайн Определенный Ну возможно Столианцы Столиане Как марсиане Сделали Ладно все Последующие 37 лет Самое высокое в Европе Здание Чтобы вы понимали Охренеть То есть мы как-то были На передовухе Были на передовухе Про скролли Опять же Как выглядит сейчас Там люди толпы Ну сейчас кстати Тоже как-то очень вылизанно Выглядит так снято Прямо босраться Ну я согласен Фотографии очень выигрышные Я бывал Прям там Еще Лужники смотрел Спиной к МГУ Смотрел на Лужники В общем да Очень круто сделано Сфоткано Прям Идем дальше Следующее здание Уже по-моему четвертое На Смоленской Синой Площади в Москве Находится Министерство Института Да Это я тоже знаю Высотой 172 метра Ну уже пониже Обратно Но тем не менее Но тем не менее В том же стиле Здание проектировал Архитектор Гельфрейх Создавший проект Здание Российской Государственной Библиотеки То есть он тоже Уже делал всякое И Минкус Над Лепниной На портале А там портал уже открыт За темным порталом Я тоже хотел сказать Здание Работал скульптор Мотовилов Вот Я просто называю Наших героев Чтобы вы понимали И не наших тоже Короче говоря По сложному списке Которое оформление Станции Московского Метрополитена Электрозаводская Новокузнецкая Короче он еще Метро оформлял Которые кстати говоря Все выглядят по разному И очень красиво И интересно Ну кроме новых станций Там уже просто все Новые да Там хай-тек И до свидания Да Здесь кстати говоря Опять же есть фотографии МИД МИД уже еще больше На Юргу похож Чем МГУ МГУ уже прям вылизанный Там уже в алюминиевых Стаканчиках все Да МИД он какой-то задроченный А МИД он задроченный Там пожелтел уже Известня Может быть конечно фотографии Такие Тут да Может быть не такая выгодная Его запрещено фоткать На самом деле Там снайперат Да И тут Я шучу Я не знаю Ну тем не менее Над высотным зданием На площади Красных Ворот Работали Душкин Архитекторы Центрального детского мира Мезенцев Проект у которого Были отстроены После Великой Отечественной войны Железнодорожные вокзалы На Смоленске Харькове Витебске Смоленске Слышки какие люди Я так понимаю Это уже Да В общем Здание расположилось В самой высокой точке Садового кольца 138 метров Это в смысле Мы сейчас уже про Да 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 Про МИД закончили И следующее пошло Про высотное здание На площади Красных Ворот Да Короче В общем Круть Круть Идем Ну вот видишь Опять же фотографию Опять же видишь фотографию Я не понял Сейчас ты там административно Что находится Хрен пойми Тоже не очень понял Тем не менее Напишите Москвичи Здесь Дебюль Станции Красные Ворота Ну там поди уже Газпром Просто снимает офисы Беспаля В 55 году Работники Авиационной промышленности Летчики Испытатели Получили квартиры В жилом здании На 450 квартир И это отдельное здание Вот это новое Следующее мы обсуждаем Построено на Кудринской площади Оно здесь в основном шпиль Да я так смотрю Без отдельного Без ансамбля Вокруг него Архитектурного Это здание С центрального объема В 24 жилых этажа Боковыми Почему-то ты упустешь На Кудринской площади Я надеюсь не в честь Алексея Кудрин На Кудринской площади Господа Да И оно так и называется Жилой дом на Кудринской площади Вот есть на Википедии Ну и фотка тоже уже такая Уже не так монументально Как МГУ Не так да Но все в одном стиле Опять же Согласен Прям круто Здесь классно Такая преемственность Вот представь да Как люди Вот консистенси полная У них было Согласен Как интересно Они этого добились Я вот хочу это вот знать Вот просто мне интересно На таком уровне Когда причем как комбуктеров То не было еще Да конечно Это ж И причем там разница Это в 20 лет бывали Угу То есть это ж надо было Как-то передать Сделать Лекала Причем они же не идентично скопированы Они именно в стиле В одном А ну в стиле да Но да Но это блин круто Иногда хочется это изучать Прям вот да Там это именно Дом авиаторов То есть он Ну еще так называется Потому что авиаторам давали там квартиры Угу Вот да Вот он как выглядит Есть где он со шпиля с этого Я в принципе понимаю Шувалова Который скупал В таких домах квартиры Вот да Я бы тоже скупал Если была возможность Если я был шувалов Конечно 49-54 год Следующий Там блин там руферы На шпиль забрались Я говорю руферы Мать а Там вообще охренеть А Мне реально сейчас дух захватило От фотки Я просто ну представил себе это Дальше следующий Как слушатели Просто представил Там фотка следующая Которая после руферов Как будто он какой-то такой Ми-ми-ми Он сделан из спичных коробков Да Как будто это уже с дрона GoPro Кармодрон Да 49-й 54-й На Каланчевской улице Строили гостиницу Ленинградская И здесь интересная Сейчас история будет Про Ленинградскую 17-ти этажное здание Высотой всего 136 метров Не такое уж высокое По сравнению Они все равно какие-то здоровые Там либо пятиэтажки Около них Либо хрен Вы знаете Но они все равно Они еще все Вот этот вот Стиль Который меня пугает Если только на окнах Сконцентрироваться То они все такие Кластерные Как бойницы Да-да-да Оно прям И вот там архитектор Поляков Он выделился Знаешь чем Он эту гостиницу Внутри обделал Знаешь как Именно обделал Он там охрененное Убранство Именно внутреннее сделал Причем настолько Досвидосное Излищество настолько Что написали про него В газете Правда Крупные излищества Были допущены При проектировании И строительстве Высотных зданий Так например На строительство Гостиницы Ленинградская На 354 номера На Каланчевской площади В Москве Затрачено столько же средств Сколько понадобилось бы На строительство Экономично спроектированной Гостиницы На тысячу номеров И после такого дерьма А где были люди Когда это все Подавались Ведомости Принесли Нам вот столько Ну-ка базара нет Расписываем Потом построим Твою мать Мне больше нравится Я что за это расписывался Не украли А наоборот Вбухали Вот это прикольно А сколько еще украли Сейчас тебе сразу Начнут писать Говорить в комментариях И сам Сам Тезка Никита Хрущев Он-то собственно Видимо в правде И вычитал такое дерьмо Говорит Это что за дерьмо И после такого Поляковича Естественно лишили Всего нахрен Как обычно у нас делают Его лишили Сразу анекдот Вспоминается про Хрущева А это что за Жопа с ушами Никита Сергеевич От зеркала Но его лишили Причем того Чего у него не было Лишили сталинской премии Хотя у архитектора Этой премии и не было Ну вот Вот Я как бы анекдот Как раз вот в этом духе Рассказал Естественно из-за этого Так как поняли Тренд Хрущева А это тренд Другие архитекторы В спешном порядке Упрощали дома Которые уже строили Сучара Я бы так его назвал Столько просрали Хороших высоток А именно Вот с Лениным Вон она там По инфографике Которую ты говоришь Посмотреть Да-да-да Но кстати Ненавижу Вот ненавижу Мы уже дошли до инфографики Да Она вообще шикарная Тоже здесь Здесь по годам Она выстроена Упорядочена Но можно посмотреть внизу Собственно в высоту Небоскребы Те самые сталинки Сталинские сестры Вот так вот интересно Идем дальше Немножко отклонимся От этой темы Кстати нет Еще пока не отклонились Вот чувак Архитектор Вячеслав Алтаршевский Алтаршевский Он крутой чувак Потому что он даже В Нью-Йорке Проектировал Такие же здания Такого же типа А там есть Такого типа здания Есть фотки интересные У меня скролл потерял Вот Вот эта фотка Wolfworth Бюлдинг Она короче В Нью-Йорке есть Собственно Нью-Йоркский Он короче В универе учился Там в Нью-Йорке Короче Это свидос Вот строил Такие же здания Они как бы в готический стиле Потому что они стремятся Сильно вверх Да Нео-готика Некая такая Короче До свидосик тоже В общем Просто Просто Вот дополнительная инфа Сталинский Эмпир Мне вот это нравится Название Ну Сталинский Эмпир Он Вот у нас Все Площадь революции Улица свобода Цвилинга Вот это все считается Сталинский Эмпир тоже Ну вот И мне тоже опять же нравится И когда вышел вот этот указ Хрущева Он реально вышел В 55-м Или в 57-м Начали строить говно Об упрощении Там говна и дерьма И начали строить хрущевки И вот просрали все Я прям не побоюсь этого слова Дальше мы немножко В наше уже В наше время вернемся Модернизм Модернизм Да Москва-сити Москва-сити Тот самый комплекс И мне нравится Как он здесь называется Типа архитектурный ансамбль Я сейчас немножко Позволю себе зачитать В рейтинге небоскребов В России Первые 12 позиций Кроме седьмой Занимают башни Москва-сити Впервые О проекте строительства Московского международного Делового центра Упомянули в далеком 92-м Еще И тогда Борис Иванович Тхор Еще Это архитектор Который все это запланировал Иницинировал И т.д. и т.п. Предложил Лужковичу Проект вынашивали долго И Тхор В кепке ходил Вынашивал этот проект Да Тхор даже не дожил До результата Умер в 2009 А собственно Москву-сити запустили Недавно В 2017 Прям реально свежак Или я вру Не в 2017 Но сейчас посмотрим дальше Высота главного корпуса МГУ В 240 метров Кажется не таким Впечатляющим результатом По сравнению С самыми высокими На данный момент Небоскребами России И мы сейчас разберем Просто по ним пройдемся Чтоб вы понимали Хотя вы наверное понимаете Башня восток Москва-сити Особенно москвичей Они до стопудов Должны по идее Поднялась над городом На 373 метра Восток И вот восток Это самая на самом деле Скучная из них Но она самая высокая Вот вы видите на фотографии Она Не-не-не-не Запад А восток Да высокая Что-то туплю уже Вот Короче говоря В башне Так Восток На фундамент Для строительства Башня Федерации Ушло 14 тысяч Кубометров бетона Что зафиксировали В книге рекордов Гиннес Да Охренеть Но тем не менее Я вот ночью ее не видел Я видел весь комплекс Днем Но ночью я уверен Он более гениально смотрится Днем как бы Ну да Но ночью я так понимаю Там вообще супер Пупер В башне Федерации 67 лифтов Почти столько же Сколько в МГУ Чувак лифтыч Второе по высоте здания Вот после этого Вот вы посмотрели на фотографию Это как бы тоже ансамбль А что за красное дерьмо Я не понимаю На фотках ночных Это машины так движутся Просто с длинной выдержкой Да Это супер выдержка Понятно А то как-то Мне страшно аж Согласен Какие-то жилы Да Второе по высоте здания МФК ОКО Южная и северная башни Имеют высоту 354 И 341 Метр Плюс 15 уровней Подземной стоянки Ну там вообще в принципе Подземная стоянка До свидос Вот Здесь какие-то номера И я так понимаю Фотографии Фотографии Блин Вот Сразу ОКО под ним ОКО да Вот фотографии ОКО Третье по высоте здания Европы Небоскреб Меркурии Сити Тауэр Уже названия вот такие пошли Высотой 33,8 метров Это целое В ансамбле Там много зданий Так в Европе Или в стране? Потому что до этого Говорили в стране А теперь уже Европа Да Тут короче В Европе То в Европе То в стране Над проектом Трудились Франк Уильям Сразу архитектор Более 20 зданий На Манхатане А также здания в Дубае Сеуле И видно что на самом деле На Дубае Он кальян ставил Да На Дубае похоже Ты посмотри Вот если проскролить Ну реально такая тема Очень хай-течное такое здание Я не побоюсь этого слова Вот Михаил Пасохин Кстати говоря Воссоздавший Храм Христа Спасителя То есть чуваки Прошаренные В архитектуре Делают эти вещи Естественно Еще бы Вот Оно так выглядит Прям Ну реально Как современные Телефоны Самсунга Не то что плохие А в смысле Вот с этими Разряжаются Я понял И кстати говоря Заметь у него Именно стекло Такого цвета Бордо Я думаю Это просто закат Может быть Но почему-то Именно на нем Этот блик Ну тем не менее Хотя да Он здесь повторяется На нескольких фотках Да Причем везде Стопудово не закат Дальше интересно Дальше интересно Следующий небоскреб То есть это еще Не было интересно Евразия Хотя нет Это не так интересно Евразия Она такая более Округлая Высотой 308 метров 70-этажное здание С офисами Тут прям показано Как оно Прям вот Сквозь все облака Согласен Торчит только оно И там вон Две шишечки еще Вообще охренеть Короче да Вот оно есть Потом дальше Комплекс Город столиц В том же Архитектурном ансамбле Москва-сити Состоит из 76-этажной Башни Москва И Санкт-Петербург Вот их очень хорошо видно Их можно видеть На фотографии Это вот именно Хрени с квадратами Ну я бы догадался Повернутыми Да Причем скорее всего Москва-то выше Все-таки чем 70-этажная Да То есть 76 у Москвы А у 65 Ну как надо Ну как надо Должна же быть Так сказать Субординация между столицами В ансамбле Город столиц Ну да И между ними там 18-этажная секция Соединяет их Вот этот город-столиц Пятый по высоте Небоскреп в Европе Он тогда выделяется Действительно Вот эти квадраты Они очень прикольно сделаны Он объединяет офисные комплексы И жилые апартаменты Высота здания 302 метра Ну слушай Я бы не отказался От квартирки там Ну там круть Там круть Да там круть До окончания Строительства Города-столиц Самая высокая в Европе Была башня на набережной Комплекс состоит Из трех зданий Вот это следующая Собственно Опять же Следующая фотография Опять же Три здания 17-27-59 этажей Такая вирусная реклама Фотобещики Прямо Незаметненько Там справа Такой этот логотип Да Вообще незаметненько И там Ну всякие крутые Пацаны расположены Типа IBM Семантик Там Ситибанк Тошиба Кстати говоря Да Я что-то думаю Неужели ты их как-то пропустишь Особенно в ансамбле Москва-Сити Вот это да Вот она выделяется Остальные как бы не так Но вот это прям супер выделяется Башня эволюции И она действительно эволюция Внешне она напоминает Спираль ДНК Такая хреновина Загнутая Вижу Вот Высота 54-этажная Там так бордовая Выглядывает справа Да кстати реально выглядывает Европа или как Евразия Там еще транслируется Флаг России Просто по полной Вижу Вот 54-этажа там В спирали В этой ДНК Эволюция 255 метров Высотой Она реально выделяется Ну вот прям видно Кривое такое здание Загнутое Среди всех Оно прям Выделяется Рядом с федерацией Эволюцией И городом столиц Возвели 60-этажную Башню империи Вот кстати империя Это просто ну такая Низкая хреновина Но она прикольна тем Что в нее вот Вписан То есть в квадратное здание Вписан такой овал Некий Доска для серфинга На которую раз телеком Сверху транслируют Да Доска для серфинга Вписана И она тоже Этим выделяется В принципе Каждое здание По себе уникально Одно самое высокое Одно такое Сякое В общем Можно это посмотреть Здесь опять же Проведены все они И подписаны И да Там под низом Есть ТРЦ Вау Вот Ночью выглядит охрененно Ночью я не видел Но вот ночью Там досвидос Че эволюция Причем вообще охренеть Как светится Я не знаю Это нужно ли в офисах Оставлять свет ради этого Нужно ли дома Не вырубать свет Нет я думаю Это иллюминация Она именно На здании снаружи Но тогда Как ты заснешь Если ты живешь Где-нибудь в Санкт-Петербурге Или в Москве Вот в одном из них Как ты там уснешь Какого хрена Ну занавески плотные Выдают Видимо Выдают Да там Все затычки В уши В жопу Здесь кстати говоря Где-то будет ниже написано Сколько стоит Там закупиться Квартирки Там было Да Про там Миллионы Сейчас немножко Опять же Столианс Череда небоскрепов Москва-Сити В рейтинге самых высоких зданий Прерывается на седьмом месте Здесь у нас Жилой небоскреп В Чапаевском переулке Его высота 264 метра Максимальная этажность 57 И это опять же В Столиансе Выполнено хреновенно В архитектуре В архитектуре здания Легко угадывается Тот самый Сталинский Ампир Или Столианс И короче Короче Потом Еще немножко Про жилой комплекс На Мосфильмовской И это прикольное здание Которое Лужковыч Хотел Укоротить Это настолько Крутое здание Что оно там Жуи премии Эмпор Эмпорис Скайскрепер Авард В 2012 В 13 раз Выбрал лучшие Небоскребы мира И пятое место Занял вот этот дом На Мосфильмовской Пятое Еще 13 Он занял Ну согласен Да Но что-то занял Короче И в общем Прикольный Жилой дом Он так выглядит Очень неустойчиво Поэтому возможно Лужков и зассал Что на него упадет Там сверху Не знаю Он там ездил Куда-нибудь 22 лишних этажа Насчитал И боялся Что на него упадут Хотел укоротить Но ничего не укоротили Лужкова уволили Башня Исеть И Высоцкий В Екатеринбурге Исеть Я всегда хотел Исеть Почему-то Говорите Исеть Это по-моему Река такая У нас здесь Где-то на Урале Давай-давай Потому что Исеть Твою мать Вот Башня Исеть И Высоцкий В Екатеринбурге Река на Урале В Западной Сибири И собственно Вот это та самая башня Которая Достаточно высоко Стоит В Екате Короче говоря Если ты подумаешь Что только в Москве нет В Екате тоже есть Я Высоцкий видел Просто стоял Подножий Да 212 метров Это Исеть Я теперь хочу Исеть говорить Вот И Высоцкий Здесь написано сколько Дальше там Под Исетью Вот он Да 188 метров Да Но я хочу вам рассказать Что я видел еще здание Маленькое Под который закос То есть вот Сама вот эта Большая башня Это типа Прикол Пародия Архитекторы просто Ну как бы Вдохновлялись Небольшим зданием Таким низеньким зданием Гостиницы Вот Которая тоже там есть в центре Она там на проспекте Ленин Насколько я помню На проспекте Мира Опять же не помню Вот В общем Вот такой прикол Про Екатеринбург Там тоже есть высокие здания Если вдруг Вы из Еката Опять же ставьте лайк Что тут еще Жилые комплексы в Москве Ну это так Просто на Воробьевых горах Жилой комплекс Огромные хреновины В которых тоже покупают Там наверное так свистит ветер С видос на высоте Просто охренеть Там возможно как в С-классе Мерседеса Звукоизоляция просто хорошая И все там Евроокна сами закрываются Если ты их открытыми Случайно оставил Да Жилой комплекс Континенталь Все это на Воробьевых Там любят высокие ставить Я напоминаю Что МГУ тоже на Воробьевых Ну да Вот Здесь какая-то хреновина Уже как Хогвартс Опять же Славянский бульвар Жилой дом Эдельвейс Он еще и называется Эдельвейс Там вообще Европа ПОЦ Европа полная Потом ЖК Триколор Такая тоже хреновина Как выглядит Как будто это просто Бутафорская Из Просто не знаю Чего сделана Из Картона Но на самом деле Это вот Жилой комплекс Алые паруса По-моему это рендер Да скорее всего Потому что Как-то там все Задние дома Жилой комплекс Алые паруса Тоже очень высокий Огромный Прям пестрый Вот Да Ну и вот Вот так вот в общем Я даже не знаю Какой здесь вывод Охренеть Вывод охренеть Сталинский эмпир У нас больше всего Конечно поражает Меня Меня да Вообще Ну Москва-Сити Ансамбль Конечно тоже неплохо Ну Москва-Сити Генеально Ну это уже такой хай-тек Это уже Это уже технологические Здесь люди Тут уже Архитектор Хотя опять же Люди наверное бы поржали Я хотел сейчас сказать Что архитектор Там уже роли особо не играет А архитектор бы сам поржал бы Он сказал Роли у нее Ну Я думаю Он уже больше На компьютеры полагался Ну Ладно Я понял тебя